День Активный и Плодотворный Невыспавшиеся люди перерабатывают на 40% меньше изученной информации, чем счастливчики, у которых нет проблем со сном Статистика такова, что 1 из 10 человек в трудоспособном возрасте испытывает проблему с тем, чтобы быстро уснуть, а 7 из 10 с тем, чтобы быстро проснуться Именно поэтому каждый будний день в рубрике Кроссфит мы предлагаем различные варианты, как быстро оправиться от сна и поднять тонус И сегодня нас разбудит Татьяна Ключинская Всем доброго и бодрого утра! С вами Татьяна Ключинская, мастер спорта по художественной гимнастике Сегодня я вам покажу небольшой комплекс упражнений, который поможет вам в борьбе с отеками, улучшит кровообращение и снимет напряжение в плечевом и шейном отделе Начинаем первое упражнение 100 лимфодренажных прыжков, мелких, быстрых, на носках, практически не отрывая их от пола Исходное положение стойка Ноги на ширине плеч, грудь мы придерживаем руками Итак, выполняем Данное упражнение лучше выполнять рано утром натощак и как только вы проснулись А мы переходим к следующему упражнению Для этого нам понадобится стена Мы встаем лицом к стене, стойка ноги на ширине плеч Руки ставим вверх Упражнение называется стульчик Выполняем 8 покачивающих мягких движений И фиксируем данное положение 8 счетов Итак, следующее упражнение Мы также остаемся в этом же исходном положении Но ноги мы ставим шире и опускаем голову вниз Руки на стену и головы вниз Данное упражнение отличается от предыдущего тем, что в этом упражнении еще работаем над мышцами расслабления шейного отдела Мы переходим к следующему упражнению Стойка ноги вместе Руки мы ставим на стену Идеально будет так-то, если руки будут ближе друг к другу 8 покачивающих движений И фиксируем данное положение Повторяйте данное упражнение 8 раз и 8 раз Счетов мы фиксируем его На этом комплекс мой закончен С вами была Татьяна Кличинская Проводите свободное время с пользой для своего здоровья Это была рубрика Офисный Кроссвит на телеканале РБК Пока-пока Признаюсь, что по окончании январских каникул я обнаружил на себе пару лишних килограммов И подозреваю, что в этом я не одинок Но не надо расстраиваться Они как пришли, так и уйдут В любом случае повышенная физическая нагрузка поможет вернуть былые формы А вот отказываться от калорийных вкусностей я пока не готов И сейчас хочу поделиться с вами отличным рецептом Максима Цыгвинцева Баклажаны с сыром успели оценить многие мои друзья Кто заходил на каникулах в гости Доброе утро! Максим Цыгвинцев, кулинарная школа Папина кухня, РБК Отличное утро! Я вам покажу сегодня баклажаны с пряными травами Со сливочным сыром и с грецкими орехами На завтрак объедение Немножко в Грузию с вами слетаем Поехали! Первым делом обработаю баклажан И нарежу баклажан такими тоненькими-тоненькими аккуратными слайсами Друзья мои, баклажаны нарезанные Я буду вот так вот выкладывать на досочку Это важно Потому что я их буду солить Вот смотри, баклажанчики я нарезал Несколько рулетиков И сейчас я это дело вот так вот прямо посолю Это они сейчас плотные А как только они дадут влагу Они станут мягонькие и очень податливые И губчатая структура пропадет И они сворачиваться будут легко Минут на 10 в сторону убираем Пока баклажаны у меня, так сказать, просаливаются Я займусь начинкой У меня грецкий орех Я натру его на терочке, на мелкой Здесь у меня сливочный сыр Я добавляю к сливочному сыру Грецкий орех Вот так вот хорошо Примерно, ну, один к одному И это так У меня здесь свежая мята Листики свежей мяты Это называется ореган Это грузинская такая вот травка Которая близко напоминает аромат базилика Но базилик только зеленый Ну и, конечно, куда же без кинзы Да, обычная кинза Все это дело я сейчас буду рубить ножом Мелко-мелко в кашу и добавлять в начинку Часть травки я отправляю в начинку И немного оставлю тоже на украшение Посыпать сверху Конечно же мы добавим немножко кислинки В данном случае это будет сок лимона Я обязательно посолю это дело И добавлю тоже очень грузинскую пряность Это смесь травок Называется хмели-сунели Все ее знают, везде продается Перемешать это дело необходимо Мои баклажаны подошли Я наливаю масло Достаточно обильно на сковородку Такой был полуфритюр получится Я беру баклажан Обваливаю его в муке В муке Затем опускаю в яйцо Все И после яйца, конечно же, будет масло Ну давайте попробуем Мне кажется, что уже можно лишнее я уберу И вот так вот в масло Бумага впитала масло Мы приступаем к финальной сборке Наших баклажанов Я беру баклажанчик Намазываю начинку Много не надо, я не люблю много Вы можете хоть ложками класть А мне нравится, когда ее чуть-чуть Чтоб вкус баклажана не перебивала начинка Ну вот сюда можно еще Большой баклажанчик Так Заворачиваем И выкладываем красиво На тарелку Ну а теперь совсем финалочка Нам осталось красить баклажаны Это я люблю больше всего делать Что смотрите Вот был один вид, да А теперь я это посыпаю дело орешком Вот так вот И посыпаю сверху еще и зеленью Вот этой всей Смотрите, как преображается, да Сразу Отлично И сверху еще немножко Оливковым маслом это дело Оп Все Друзья мои Прекрасный завтрак Очень свежий, очень вкусный Быстро приготовляемый От сердца вам Максим Цыгвинцев Отличное утро Баклажаны Со строчным сгам Сегодня вторник, 12 января В ближайшие три минуты Мы представим бизнес-гороскоп Который будет любопытно Не только послушать Но и посмотреть Вы узнаете не только прогноз Для своего знака зодиака Но и сколько заработали За прошедший год Самые востребованные актеры Киноконцерна Netflix Для овнов сегодня важно Не отвлекаться на мелочи А заниматься своей трудовой деятельностью С полной концентрацией В противном случае Можно допустить большую ошибку Зато безошибочная работа Точно приведет вас К финансовому успеху Тельцам сегодня стоит Обратить пристальное внимание На постановку целей И задач Желательно продумать их В мельчайших подробностях И начинать действовать Так вы точно Сразу же Беспроблемно Ворветесь в рабочие процессы Близнецов сегодня Будут манить Большие перспективы Главное Разглядите те Которые принесут вам успех Предложений может быть Очень много Не беритесь за все сразу В таких делах Необходим Холодный расчет Ракам Работайте не покладая рук Стоит войти в рабочий тонус С первых дней Это даст вам преимущество На дистанции Которое сейчас Разглядеть невозможно Весам сегодня Не нужно бежать Сломя голову к успеху Вы можете его не достичь За короткий срок А это очень сильно Подстегнет вас В эмоциональном плане Старайтесь найти Инструменты И рычаги Для своей мотивации Скорпионы Не стесняйтесь Сегодня высказывать Свою точку зрения Даже если кто-то Ее будет воспринимать В штыки То для кого-то Она может стать Побуждением К исправлению ошибок Стрельцам Сегодня поможет Уверенность И хладнокровие Эмоции могут Вам испортить многое Не обращайте Внимание на людей Раздражителей И не вступайте В конфликты Важный девиз Меньше слов Больше дела Козероги Ваши мысли Не дадут вам покоя Не стоит очень много Размышлять О положении дел Стоит делать Свою работу На отлично И это точно Принесет результат Водолеи Будьте внимательны К мелочам Особенно это касается Общения с коллегами Даже маленький Комплимент В их сторону Может сделать Настоящее чудо И в дальнейшем Стать важным Аргументом Для помощи Вам В трудную минуту Для рыб Сегодня день Удивительный Ваши творческие Способности могут помочь Не только вам Но и вашим коллегам Главное Не допускайте ситуации Когда вами начнут пользоваться Выдавая ваши идеи За свои Каждый мечтает о карьерном росте Но только лишь пунктуальности И умение добиваться результата Увы, недостаточно Гораздо важнее умение Делегировать полномочия И назначать задачи подчиненным И вот тут как раз Возникает препятствие Которое многим Кажется непреодолимым И мешает В продвижении По карьерной лестнице Страх отдать Распоряжение Что это за феномены Как его победить Расскажет психолог Полина Пищулева Доброе утро Меня зовут Полина Пищулева Я клинический психолог Сегодня я хотела бы поговорить Про такую тему Как страх у руководителей Отдавать распоряжение Подчиненным Давайте посмотрим Вот если такой страх Или стеснение возникает Что это такое И что можно с этим сделать Как правило Вот этот страх возникает Из-за того Что есть некоторая неуверенность В том Как будет воспринят Вот этот вот приказ Например Человек еще не очень уверенно Чувствует себя В должности руководителя Или неуверенно чувствует То Насколько Эта задача Это распоряжение Будет уместно В этом контексте Да Это может быть Не прописано В должностной инструкции Это может быть Не было указано При приеме на работу Да Есть страх того Что человек может отказать Я не должен это делать Я не хочу этого делать И вот этот вот страх отказа Это то Что может очень сильно Останавливать Человека Для того чтобы Руководителя Для того чтобы Дать вот это распоряжение Страх отказа Чем плох Тем что Это может быть стыдно Тем что Другие коллеги Это увидят Тем что А вдруг это будут обсуждать И так далее То есть Это такой опять-таки Социальный страх Очень сильный Второй момент Это Нежелание Обидеть человека Нежелание Его Желание Не нагрузить его Так чтобы Распоряжения Были В таком балансе Чтобы у человека Была достаточная нагрузка Но чтобы он был Не перегружен Чтобы он ничего плохого Не подумал Чтобы ему не причинить Дискомфорт Что из этого Можно всего сделать Для того чтобы Этот страх Эту тревогу Даже может быть Не страх Это да Некоторые волнения Или неудобства Чтобы снизить Первое Это конечно же Прояснять ситуацию Какие я распоряжения Давать могу Какие я Фразы Говорить могу Что я вообще Уполномочен давать Что не Уполномочен давать Да Вот прояснение Вот этих вот границ Обязательств Может дать Возможность Легче себя чувствовать А если же Есть страх Обидеть человека То например Можно с ним Вообще Прямо об этом поговорить Спросить Будет ли это обидно Могу ли я тебе В следующий раз Такие вещи давать Да Или как-то же Спросить это Не напрямую А спросить В разговоре Ну то есть Собрать вот эту информацию Ну любыми такими Способами Прояснить ситуацию А можно вообще Пойти в лоб Можно взять И перешагнуть Через себя И сказать это И уже только потом Посмотреть на реакцию Если же будут Те сценарии Которые мы боялись Если они реализуются То тогда Стыд Который возникнет Я уверяю вас Можно перенести Но чаще всего Скорее всего Этот сценарий Не произойдет И ваши Вот эти сомнения Вот эти переживания Оказались напрасными В свое время Когда мои Одноклассники И однокурсники Активно сдавали На водительские права Я был увлечен Абсолютно Другими вещами Ну студенческие весны КВН А вот сейчас Когда мои дети Уже подрастают То обзавестись автомобилем И получить права Стало Жизненной необходимостью И едва я поделился Своими планами С коллегой Как он сразу Меня обрадовал В этом году Экзамен по вождению Будет гораздо сложнее С подробностями Александр Губин В рубрике Автоньюз Всем доброе утро Как вы После новогодних каникул Надеюсь, что здорово Ну что ж Настало время Когда я хочу Обсудить с вами Очень важные изменения Которые произошли В России И они Очень интересны Будут В особенности Тем людям Которые в ближайшее время Хотят стать на права Новые правила Для автошкол И экзаменационных комиссий ГИБДД Вступят в силу Уже в апреле этого года Но что самое интересное Помимо правил Изменится и возраст Получения водительских прав С 17 лет Конечно же С разрешения родителей И сопровождении взрослых Госавтоинспекция Направила на согласование В Госдуму Документ с предложением Разрешить гражданам Управлять автомобилем С 17 лет Сам экзамен В ГИБДД Можно и сейчас Дать в 17 лет И пройдя успешно Тестирование Вы все равно Не сможете Управлять транспортным средством Почему? Потому что Не получите документ Водительское удостоверение Как только Снижение возраста Будет возможно Так сразу же Будет разрешено Управлять автомобилей На год раньше Как утверждают Эксперты Прошедшее обучение Молодые водители Которые вынуждены Еще год ждать Возможности Сесть за руль За это время Теряют практически Все навыки управления Но самое главное Изменение В сдаче экзамена Это конечно же Новая схема Объединение площадки И города На сдачу практического экзамена Время теперь Строго регламентировано Это всего лишь 30 минут Для категории Б, С, Д И под категории С1 и Д1 Дополнительные 20 минут Будут выделены На подготовку к экзамену А результаты Будут выдаваться Не позднее Чем через 10 минут После тестирования Но мы то с вами знаем Что на практике Скорее всего Инспекторы будут Сразу же выносить Вердикт И говорить Сдали вы Или не сдали Но самое главное Изменение То что теперь Умения кандидаты Должны будут показывать Сразу в городе И многие элементы площадки Нужно будет повторить На улицах Как сообщили в ГИБДД Никто не будет требовать От начинающих водителей Выполнения опасных маневров Ну более того Самые сложные элементы Придется все-таки Выполнять на закрытой территории В целом Экзамен станет сложнее Почему? Потому что придется Сразу сдавать И площадку И город И где-то Можно конкретно налажать Но я думаю Что если вы Хорошо подготовитесь Вы без труда Сдадите Также очень важно Что обучающие В автошколе Не будут знать Точный маршрут И где И какие элементы Они будут выполнять Водители будут знать Только перечень улицы Дорог Территории Где нужно будет Проехать с экзаменатором Кроме изменений В самом экзамене Изменился и документ Водительское удостоверение Стало нового образца И оно соответствует Международным нормам В верхней части Лицевой стороны На правах Теперь расположены Надписи Обозначающие Название документа На трех языках Русском Французском И английском По факту Российское водительское Удостоверение Привели К законодательству И нормам Международного права Включая положение Венской конвенции О дорожном движении От 8 ноября 1968 года Согласно Этому документу Жители Ратифицированных Государств Число которых Входит и Россия Могут путешествовать По этим странам С правами Национального образца Вот они Важные изменения С которыми Я спешил с вами Поделиться Если в ближайшее время Вы будете Сдавать на права То удачи вам Если вы уже давно Сдали Не забывайте Повторять правила Дорожного движения Это вам точно Пригодится До новых встреч Мы, наверное, еще долго Будем осмыслять Ушедший год И подводить его итоги Безусловно Самая большая нагрузка Легла на плечи Частного сектора экономики В лице Малого и среднего бизнеса И тут мне стало интересно А как себя чувствует Некоммерческий сектор Я созвонился С Анной Зуевой И был приятно удивлен Тем, что Благотворительная организация Территория семьи В прошлом году Не сократила А наоборот Увеличила объемы помощи Своей целевой аудитории При этом Суммы пожертвований Со стороны частных лиц И бизнеса Ожидаемо уменьшились Но бюджет компании Удалось сохранить Благодаря Выросшим объемам Государственной поддержки В чем основные трудности В работе благотворительных организаций Расскажет сама Анна Зуева Самая основная, наверное, сложность И самая большая шишка В том, что мы думали изначально Начиная вообще этот путь Что мы будем помогать семьям И все нам будут помогать Помогать этим семьям Что это также очевидно Что людям нужна помощь Это не очевидно Потому что в первую очередь Семья это в общепринятом смысле Это относительно здоровые люди Я имею в виду, что с руками, с ногами Иногда это полные семьи Которые оказываются в сложной ситуации В которых есть оба родителя И, например, большое количество детей Я говорю, 5-7, 9-11 И такие семьи, бывает, что Сталкиваются с определенными трудностями Это не только финансовые Это разные, в том числе и финансовые У нас был Два раза была такая ситуация Один раз позвонил молодой человек Сказал, я там представитель Какого-то государственного учреждения Причем я сразу подняла Что такого государственного учреждения Ну, не существует Какое-то он там назвал Говорит, я готов вам оказать Целую помощь Вещами, продуктами Новые вещи Много продуктов Целая газель Вот по объемам помощи Но вы должны оплатить услуги газели И у нас состоялся диалог Я говорю, ну, хорошо, замечательно Я говорю, как бы Выставляете счет на газель Вот вы привезете Мы выставить счет Мы по безналову можем оплатить Потому что у нас налички Ну, как бы, извините Мы юридическое лицо У нас такого нет Что вот мы там Он говорит, нет Можно только вот на карту перевести И он начал снижать цену еще Типа сначала там было Типа 5 тысяч за газель Потом что-то 3 тысячи Потом он был вообще согласен За 700 рублей Но на карту прямо сейчас Некоммерческие организации С точки зрения законодательства Это самый подвижный сектор Потому что за последние 20 лет В этом секторе Наиболее большое количество Нормативных актов принято То есть мы, да Действительно совершенствуемся Их много И я верю, что скоро Это будет все еще прозрачный Прозрачный Единственное, что сейчас Груз прозрачности И вот этой ответственности Он лежит именно На некоммерческих организациях Как обязанность Если это не фонд А общественная организация Или другой вид Некоммерческая организация Это добровольный вид То есть мы сами делаем отчеты Как бы мы не обязаны Обязанность Такая только есть у фонда Да, ежемесячные отчеты Но мы их делаем Потому что нам важно Людям, которые нам доверяют Сохранить это доверие Мы пришли Мы думали, что мы получим помещение Что есть вроде как бы Какие-то там нормативные акты Да, у города Перми У администрации города У городской думы А они не работают И работают вообще не в пользу НКО Они вообще просто не работают И при этом, когда мы начали Про это говорить Нам сказали Нет, ну как бы Вот это помещение уйдет Вообще под ГТО А вы вообще давайте До свидания И чтобы это изменить Нам потребовалось 3 года Несколько судов В том числе верховных судов Два решения верховных судов В пользу организации Смогли переломить Да, как бы эту историю Сейчас, да У нас есть помещение У нас есть преференция Да, скидка на арендную плату Серьезная Чтобы мы могли работать И договор аренды на 5 лет Изначально это было 99% То есть 3 года назад практически Это 99% аховое состояние Ну процентов 10 более-менее Так можно назвать Сейчас, вот буквально днях Мы закончили ремонт еще одного помещения И у нас уже нет ахового состояния За 3 года То есть потребовалось организации Чтобы привести его в порядок Обращаться только к людям Потому что у нас есть очень Ну это не наша фраза Но мы верим, что это так Что человеку нужен человек И когда кто-то нуждается в помощи Ему обязательно Ну то есть главное сказать Об этой помощи За сухими словами Грантодатель, бизнес Всегда тоже стоят люди Потому что отправляя заявку Не знаю, фонд президентских грантов Или заявку бизнеса Да, там бизнес-компании Какой-то крупной На просьбу помочь Выделить там какие-то ресурсы Деньги Всегда проверяет эту заявку Другой человек Похоже, правительство России Возвращается к советским практикам Управления экономикой страны И если в декабре Премьер Мишустин Анонсировал сдерживание цен На продукты питания Такие как сахар и масло То сейчас эксперты ожидают Регулирование цен на топливо Подробнее об этом И не только Расскажет Рустам Багизов Обзор новостной повестки Далее я Рустам Багизов Здравствуйте С сегодняшнего дня Дольщики недостроенного ЖК Компаунд Живаго Смогут начать оформление Компенсационных выплат Об этом сообщили в региональном Минстрое В результате господдержки Будут восстановлены права 166 пермских семей Срок получения средств 10 дней с момента Представления полного пакета Необходимых документов Выплаты по ЖК Компаунд Живаго Будут представлены Через региональное отделение Банка Дом.РФ В Пермском крае Оно размещено на Сибирской 46 Для подачи заявления На компенсацию Нужно записаться на прием Она рассчитывается Исходя из рыночной стоимости Квадратного метра Сумма компенсации Не может быть меньше Чем сумма оплаченная По договору долевого участия Напомним, ведомством Уже принято решение О восстановлении прав Более 2000 дольщиков Пермского края Рассмотрены 32 проблемных дома Эксперты предупредили О росте цен на топливо В России Прогнозы появились После роста цен на нефть При этом в Минэнерго Уже пообещали Сохранение роста цен на бензин В пределах инфляции Ну а Минфин Сморгнозировал Сглаживание этого роста За 1-2 месяца Как цены изменились С приками Изучим статистику А также поинтересуемся У экспертов Что ждать Оцен в 2021 Подробнее в наших выпусках Сегодня в полдень На городской спланаде Участники Кубка Зимний вернисаж Завершат работу Над скульптурами Уже после Начнется работа Жюри Которым предстоит Выбрать Тройку Самых Мастерских И изощренных работ В теме Ускользающая красота Каждый автор Представил визуальное решение По-своему Для кого-то Ускользающая красота Мимолетный женский образ Для других Хрупкость И изящество Цветочного букета А для кого-то Обед художника А это Как уже писали В социальных сетях Доширак Сегодня в 16 часов Будут озвучены Итоги Кубка России Победители получат Свои награды Церемония награждения Состоится на городской Спланаде Ну и о погоде На этой неделе В Прикаме Ожидается значительно Похолодание Уже сегодня Усиливаются морозы Ночью температура Может опуститься До минус 30 градусов В южных районах Похолодание Будет не таким сильным Минус 22 Минус 27 градусов Днем в Прикаме Будет около Минус 25 В среду Температура воздуха Будет зависеть От облачности При ясной погоде На севере края Может похолодать И до минус 33 Прогноз погоды На выходные Дни пока не точный Он будет уточняться Ближе к концу недели Пока это все Больше новостей На нашем сайте Спасибо за выбор РБК И хорошего вам дня Первая рабочая неделя Нового года Началась довольно плавно Но, как выразился Господин президент Нет времени на раскачку Поэтому желаю вам Не откладывать дела на потом А особо важное Начать делать Прямо сейчас Времени меньше Чем кажется Ведь этот год Короче предыдущего Успехов в делах И пусть у вас получится Все задуманное Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова